Коршуны, всем привет, меня зовут Евгений, у нас сегодня в Петербурге замечательная погода, смотрите, а вам не видно, короче там светит солнце, сейчас выйдем на улицу, с вами посмотрим, значит смотрите, план действий сегодня какой, мы сейчас поедем на Крестовский остров, это самый дорогой район Санкт-Петербурга, и посмотрим, ребята, сколько стоит квартира там, да, понимаете, вот когда у многих спрашиваешь, жить богато, это как? То есть сколько стоит хата, чтобы жить богато, вот сколько, вот вы подумайте, сумму какую-то, многие из нас даже не знают, там сколько это, 10 миллионов, 50 миллионов, либо миллиард, ребята, Коршун решил съездить, проверить и показать вам, сколько стоит вот так богатая жизнь олигарха, хорошо, ребята, ну что, поехали со мной? Скажу, Крестовский остров, на нем расположены две станции, и несмотря на то, что это элитный район, и там живут очень богатые люди, априори, которые не пользуются в принципе метро, потому что, ну, образ жизни другой, и вместе с тем, ребята, две станции метро есть, мы с вами выйдем вот на этой, на зените, да, и пройдем полностью весь остров, посмотрим, цены на квартиры, что-то зажужжало, господи, цены на квартиры от начала до конца. Еще хочу добавить, что, если мы рассмотрим вот ту южную часть, вот здесь есть, рядом с метро проспект ветеранов, что там, Лигово, Сосновая Поляна, метро отсутствует, хотя, друзья, народ просто задыхается в пробках, доезжая до, до этой станции, вместе с тем, Коршуны, вот, вот такая несправедливость у нас, поэтому, поэтому, что нам остается делать, доезжаем до зенита, и тык-тык-тык-тык-тык, проходим, все, окей? Это не апокалипсис, это станция метро Зенит, вы понимаете, да, смотрите, то есть вообще пустота, никого нет, а вот там кто-то сидит, один человек, друзья, в общем, сколько живу в Питере, первый раз на этой станции выхожу, вот такие прикольные кубки здесь стоят, да, и еще хочу вам показать, интересный момент, смотрите, вот это, это не мрамор, это фотобои, как выяснилось позже, сейчас, секунду, подойду, потрогаю еще раз, а не, не они, а нет, мрамор, мрамор, ребята, а я думал фотобои, вот такие дела. Так, ну что, видите, даже рюкзак бесхозный оставил, все равно никто не возьмет, никому не надо. Все, ребята, поднимаемся наверх и начинаем нашу экскурсию. Я, наконец-то я нашел выход, немного поблудил, так, что у нас здесь? О, смотрите, смотрите, надеюсь, ветер не испоганит опять нашу видеосъемку с вами. Ребята, мост красивый, шпиль, на месте что-то капает сверху, ладно, переживу, и, что у нас здесь? А, ЗСД, ребята, вот так. Ну что, друзья, интересный момент я вам хочу рассказать про это место. Дело в том, 10 лет назад, вот где сейчас я стою, была вода, то есть был Финский залив, плавали рыбки, радовали жизни, да, на лодочках люди плавали. Сегодня, вот, земля, и, мало того, еще построили станцию метро. То есть это единственная станция, которая построена на насыпной искусственной части Санкт-Петербурга. Ну, мало земли, мало, еще подсыпаем, подсыпаем. За мной, Зенит-Арена, сейчас немножко пройдусь, расскажу интересные моменты про нее, ну и дальше пойдем уже вглубь острова, смотреть. Да-да-да, цены на квартиры. Во-во, ребята, там суммы такие. Готовьте губы закаточные на машинке. Ну что, друзья, начиная нашу экскурсию, это один из самых дорогих объектов, не то что в Питере, в России, я даже так скажу, переносилось открытие вот этой аренды, Газпром-арена, да, знаменитая, либо аренда Зенит, около 10 раз, естественно, увеличилась ее стоимость, друзья. Сейчас здесь может поместиться до 80 тысяч человек. Недавно снимал видео про Кронштадт, рассказывал, сколько там живет жителей, так вот, почти два Кронштадта, ребята. Здесь могут, скажем так, находиться одновременно. Вот так. Ладненько, идем с вами дальше, туда, в сторону парка, и уже будем смотреть, почем хаты, окей? Друзья, также по новой хорошей традиции я хочу сказать всем большое спасибо за донаты. Пришло две суммы. Первая, просто написали анонимно, попросили не указывать от кого. Женя к годовщине канала. Спасибо большое, ребята, за поддержку. И вторая сумма, друзья, тоже анонимно, но здесь уже разрешили указать сумму. С пожеланиями удачи и благодарность за контент. Спасибо, любимая, спасибо за поддержку. Ну что, идем дальше. Почему я не снимаю на свою новую камеру, а на телефон? Дело в том, что это вредина, не хочет коннектиться с моим микрофоном, ребята. Я вставляю, она снимает, звука нет. Поэтому я вынужден взять по старинке телефон, вот все, дребезжит. Ну, короче, ребят, самый главный девиз, еще раз, делай как можешь, но делай. Вот делай, делай, делай. Все, дребезжит, да, но лучше так, чем совсем никак. Не знаю, я выложу это в интернет, не выложу, потом пообрезаю, наверное, все посмотрю. Тьфу, блин, их, короче, задолбало. 20 тысяч потратил и снимать нормально не могу. Ну что, друзья, большую часть острова здесь занимает парк, да. Желая недвижимость, она, ну, совсем маленьких кусочек занимает острова. Однако, когда у меня спрашивают, Жень, в какой бы части Питера ты хотел бы себе купить жилье, если бы не был ограничен по сумме, размечтался, да. В общем, ребята, я не называю Крестовский остров, не люблю его по одной причине. Дело в том, что сегодня, да, мы с вами видим тишина, покой, да, мало людей. Однако, в выходные дни, когда особенно тепло, да, либо в будние дни вечером, тут дурдом, ребята. Тут просто куча народа. Помимо этого, еще много лайков различных. Оттуда доносится музыка, вот постоянно тыц-тыц-тыц. И это, конечно, не может не сказываться на качестве жизни местных людей. Поэтому я из-за этой массовости летней, да, недолюбливаю Крестовский остров. И, в принципе, даже летом не приезжаю сюда гулять, потому что дурдом, друзья, вот так. Так, ребята, мы с вами вышли к жилому дому. Вот там, вот там, где синяя крыша, станция метро Крестовский остров. Итак, давайте посмотрим на цены. Вам, кстати, не видно, да, на фасаде ошелушивается краска. Я не понял, что такое. Денег мне, что ли, покрасить? Ладно, друзья, давайте посмотрим на цены. Я выскажу свое мнение. Вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Я понимаю, что у каждого из нас свой вкус, свой взгляд на стиль. И вместе с тем, вот для меня это, внимание, итак, квартира 180 миллионов. Друзья, ну это домик Барби, вот честно. Вот, извините, пожалуйста, если я кого-то обидел. Вот для меня как-то так. Многие из вас писали, типа, Женька, мы живем за границей, Коршун, это по всей планете. Пожалуйста, озвучивай цены еще в долларах, либо в евро, чтобы нам было понятно. Окей, друзья, перевожу 2 миллиона 700 тысяч долларов, где-то стоит такая квартира. Мне в этом доме очень понравилась двушка. Вернее, они пишут евро-трешка, по факту двукомнатная квартира. Ребята, больше 80 миллионов рублей. Сейчас калькулятор работает у Коршуна, ребята, где-то 1 миллион 150 тысяч долларов. Дешево. Однозначно дешево, наверняка какая-то проблемная квартира. Если начать в нее копать, скорее всего, там что-то есть, ребята. Ну, с вами гадать не буду, просто скажу, что мне вот эта квартира понравилась, и я решил вам ей похвастаться. Денег нет, я понимаю, ребят, денег нет, все нормально. Живем дальше. Сам район такой, конечно, дома, смотрите, невысокие. Расстояние между домами большое, да, не муравейник. И, в принципе, сегодня будний день, опять же, тихо, спокойно. Но это зима, друзья, зима. Вон, видим, видим там колесо обозрения, карусели. Летом тут, ого-го, как весело, друзья. Поверьте, Коршуну вашему. И велодорожка, велодорожка, боже, такой дефицит для Питера, ребята. Ой, ладно, идем дальше. Я же, друзья, сколько уже? 10 лет, а, даже почти 11 живу в Питере. И многие могут сказать, Женька, вообще сталкивались ли с богатыми людьми, с олигархами? Ну, хоть как-то, хоть косвенно, да? Друзья мои, честно скажу, что практически нет. Один раз в моей, скажем, жизненной практике удалось мне столкнуться с человеком, и то я не сразу понял, что он при деньгах. Дело в том, что вот я с ним разговариваю, и у него параллельно звонит телефон, он говорит, так, окей, окей, детей заберет водитель. Ну, водитель, может, дедушку называет, ладно. Потом опять что-то ему звонит, слушайте, доставка, окей, пусть горничная примет. И потом, ну, я вижу его машины, и, ребят, я в машинах особо не понимаю, но просто вижу, что машина дорогая. И потом, соответственно, когда я узнал, что он еще живет на Христовском острове, я понял, что человек действительно при деньгах работал где-то в медицине, каким-то врачом конкретно не знаю кем, к чему я веду. Что вот сразу вот так он не демонстрировал и не показывал, что я тут такое крутое, у меня куча денег, этого не было. То есть считывался обычный человек, абсолютно обычный, даже у меня мысли не возникло, что у него какие-то есть дополнительные там, ну, высокие, как сказать-то, деньги. Ну, и доходы, в общем. Вот такие дела, ребята. Поэтому, как правило, люди, которые добиваются успеха, они особо этим не хвастаются. И даже, скажу, больше они стараются это скрывать, потому что, когда человек узнает, что ты, как бы, скажем, статусом повыше, отношение сразу меняется. А многим это не нравится. Поэтому, друзья, это единожды, и вот у меня был такой случай. А так, ребята, ой, Питер и Питер, вы думаете, тут мы как-то особо хлеб с маслом, с икрой каждый день едим? Угу, ребята. Так же экономим, так же в дешевые магазины ходим, так же ипотеки платим. Так что ничего тут такого нет, какой-то, типа, шибко богатой жизни. Так, друзья, я сейчас нахожусь во дворе очень элитного жилого дома. Попал сюда, знаете как, машина ехала, я просто следом зашел, и ворота закрылись, и обратно не знаю, как выйти, нужен чип. Ну, ладно, как-нибудь выберусь. Короче, я когда снимал видео про цены на квартиры рядом со станцией метро Ладожская, вы в комментариях писали, что я неправильно посчитал стоимость ремонта. Что, ну, вот, по моему опыту, так как я продаю строительный материал, работаю с дизайнерами, я сказал, что минимум треть о стоимости квартиры добавляйте, если вы покупаете недвижимость без отделки. Кто-то мне сказал, Женя, какая треть, мы за 200 тысяч сделали ремонт. Я вам сейчас покажу два одинаковых объекта. Один с ремонтом, второй без. И вы увидите, насколько колоссально идет разница по стоимости за счет того, что, ребят, ремонт это очень дорого. Понятно, что в одном объекте будет мебель, она дорогая, здесь люди не экономят, но все равно, ребята, запомните, запомните слова Коршуна. Если будете покупать квартиру без отделки, ремонт это безумно дорого, очень дорого, ребят, хорошо? Ну что, переворачиваю камеру, показываю вам. Так, друзья, комплекс называется ЖК Олимпийская деревня. Квартира с отделкой, с мебелью стоит 4, ой, каких 4, ребята, 200 миллионов рублей, да, это, ну, грубо говоря, сколько у вас получается в долларах? 3 миллиона долларов, да, если мы возьмем похожую же квартиру, да, только без отделки, с таким же метражом. Цену видим? Цену видим, ребята, видите, какая разница большая? То есть в долларах это получается чуть больше миллиона долларов, где-то миллион двести. Ребята, ну вот такие цены. Зато будете жить с видом, видите, на реку, тут же у вас, пожалуйста, ребята, я за решетками, я не выпускаю, как-нибудь выберусь, перепрыгнусь, и что. Тут же у вас, ребят, смотрите, о, сейчас, ребят, сейчас исходу, видите, можно яхту припарковать, мало ли, у вас лишнее осталось, да. В общем, вот такая вот она жизнь олигархов. Ребята, и смотрите, никого, ребята, никого, двор пустой. Итак, друзья, следующий объект специально вам вот так делаю, видите, фотография. Ну что, готовы к ценам? Внимание, ребята, вот так, ребята, вот такие стоимости у нас. Чтобы вы понимали, в долларах это около пяти миллионов долларов. Это безумно дорого, конечно, друзья, я таких денег даже в глаза не видел никогда. И еще хочу сказать вам, что эти объявления висят просто месяцами, если не годами. То есть на самом деле продать такую квартиру сложно, однозначно. То есть не потому что кризиса, а потому что все-таки люди, у которых есть деньги, они очень привередливы, да. То не нравится планировка, не нравится вид. Ну, в общем, это сильно здесь очень все влияет. Поэтому, друзья, если у вас такая квартира есть, это не говорит о том, что как бы все, 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 радость и счастье. То есть это еще нужно будет немножко, так сказать, поработать для того, чтобы ее продать, друзья. Вот такие дела. Мы перешли с вами небольшую реку, да. Сейчас находимся на Каменном острове. Хочу вам показать вот этот жилой дом. Внимание, друзья, цена, видим, почти 500 миллионов рублей. Господи, сколько это в долларах, друзья. Мне даже сложно посчитать, сколько это в долларах. Где-то около 8 миллионов долларов стоит этот дом. Внимание, он без отделки, друзья, без отделки. То есть треть минимума, самый дешевый ремонт вам придется сюда вложить. Мне знаешь, что не нравится в этом доме? Вот я, честно, не осмотрю сейчас, да. И, во-первых, он находится у дороги, и движение достаточно такое интенсивное здесь, да. Ни ограждения здесь зеленых, ничего нет. Плюс самый дешманский забор, понимаете, да. И второй момент, друзья, что за там мозаика такая дешманская. Она даже шелушиться начала. Короче, друзья, за такие гроши, вот честно, могли как-то построить бы и получше бы что-нибудь. Ну, ладно, скажи, Коршун, не выделывайся, да. Ой, во, 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 вот это мне больше нравится, ребята. Здесь как-то он как-то, ну, такой поуютнее, нет, ребят. Ну, цены на него нет, но мы понимаем, что даже с отделкой, такой домик будет стоить, ребята. Ой, а, здесь даже, видите, здесь даже пост охраны есть. Но он не индивидуальный, он получается на весь этот жилой массив. Там в глуби тоже, ребята, дворцы, дворцы. Ой, в общем, очень дорого-богато, я вам так скажу. Ладно, Коршун, идемте, я вам еще кое-что покажу. Губа заказочной машинки, да-да-да, сегодня нам очень активно надо. Ребята. Друзья, представьте, что мы сейчас находимся в самом центре Санкт-Петербурга. Да, рядом с нами куча станций метро. И Черная речка, и Христовский остров, и до Петроградки недалеко. Друзья, и смотрите, какая тишина и какой покой. Ой, друзья, вы видите, продаются апартаменты. Вот здесь написано продажа, вон там написано продажа. Чтобы вы понимали, цены, конечно, ну не то, что кусаются, но они... Господи, ребята, где взять гроши? Больше 100 миллионов рублей здесь стоит квартира. Я считаю, что это достойная цена вот за такое жилье. В долларах, ребята, как всегда перевожу вам, где-то получается сколько, ребята? 100, ой, 1 миллион, 1 миллион 600 тысяч долларов. Вот так где-то, друзья, чтобы вы понимали. Это без отделки они. Но вот я считаю, что вот если бы у меня было много-много денег, то здесь конкретно я бы, конечно, жилье себе купил. Куаршун, угомонись, угомонись, какие миллионы долларов, дед, и ты вообще что, упал, головой ударился или что? Ребята, ну, мне понравилось, я вот говорю, что мне здесь нравится. Вот вы спросили, я вам сказал, хорошо. Ну, действительно красивый дом, да, согласны? Куаршун, согласны или нет? Моказюльки мои любимые. Куаршун, давайте покажу вам еще один элитный комплекс. Здесь во дворе прям как канал сделан. Он наверняка сделан искусственно, но все равно. То есть я нахожусь сейчас во дворе жилого дома, друзья. Вы посмотрите, как шикарно здесь, да. Это один из моих любимых комплексов. Мне всего не повезло, опять же, ехала машина, и я зашел следом за ней, пока меня никто не выгоняет. Давайте перейдем к стоимости недвижимости здесь. Ребята, вот в этом доме квартира стоит, ой, ребята, 225 миллионов. Прямо смешно, да? В долларах коршуны. Сколько это в долларах будет? Сейчас я считаю. Где-то 3 миллиона получается, да, друзья? 3 миллиона где-то 300 тысяч долларов. Вот такие мои дела. Ну, шикарные условия, шикарные. Вот там, если вам видно, вот там... А, сейчас микрофон держу. Вот там, если вам видно, вот там набережная, да, уже здесь тишина, покой. Вы живете на острове, друзья, на острове. Еще, кстати, по новостям хочу сказать, недавно прочитал. Не знаю, насколько правда. Оказывается, все вот эти вот дома, которые на Крестовском острове, вот здесь, на Каменном острове, они канализацию сбрасывают, знаете, куда? В Ниву. То есть ничего не очищается. Непроверенная информация. Я прочитал просто в интернете. Ну, вот так, к сведению. Ну, вот так, прикольно. Представляете, летом вы здесь живете, выходите, а у вас свой рыбоедов канал. Прикольно, друзья? Согласны, да? Вот так. Ой, ребята, где жироши взять? Ну, мне комфортно, мне здесь нравится, друзья. Мало ли, кто-то из коршунов смотрит из этих домиков, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам здесь живется. Потому что все мы остальные просто пускаем слюнки и завидуем вам по-хорошему, конечно, в вашей жизни. Так что имейте в виду, если вы живете здесь, вам крупно повезло. Многие об этом мечтают. Вот так? Да, друзья? А там вообще, смотрите, открыто окно. Причем у меня такое ощущение, что оно давно открыто. Не знаю, ни света не горит, ничего там. Что-то, что-то случилось. Люди уехали, и ветром окно открылось. Скорее всего, такое даже возможно, друзья. Ну, управляющая компания, наверное, как-то могла бы сообщить жильцам. Нет? Друзья? Не так? Я понимаю, территория закрыта, но как-то вот так бесхозно стоит мебель, никого нет. Ребята, я реально, я здесь один. Вот это кресло возьми, пойди домой. Маркиз будет... У Маркиза радости будет подрать-то можно новое кресло, но все равно как-то вот вам не кажется, что какая-то беспечность. Ладно, друзья. Чужого нам не надо. Пойдемте. Ну что, друзья, наша экскурсия подходит к концу. Я сейчас пойду к станции метро Черная речка. Видео, это было мотивационное. В первую очередь, чтобы вы понимали, что да, существует такая недвижимость, да, существуют такие цены. Мы про них знаем. И у кого очень такие, знаете, сильные амбиции, кто много чего хочет добиться в жизни, он, конечно, скажет, Женька, ни хера, я пойду и куплю себе дом вот с этим, с набережной, да, вот с этим каналом Грибоедова. Ну, как я назвал его, да, в шутку. Ребят, вот, вот, посыл, посыл. Потому что многие, знаете, вот, кстати, вот плюс интернета, вот, скажем, вот этой вот глобализации. Дело в том, что многие же у нас, вот, допустим, я, я жил в белорусской деревне, ребята. Вы думаете, я когда-то знал, что существуют какие-то дорогие элитные рестораны, что существуют какие-то очень крутые машины, большие квартиры. Я просто даже об этом подумать не мог. А сегодня, готовясь к этому видео, я понимаю, что да, да, при... Если ты, Женька, если ты будешь много-много работать, если ты поставишь вот эти вот планы перед собой, ты этого можешь добиться, ты можешь жить в этих домах. Ну, насколько это реально, уже посмотрим. Но самое главное, что хотя бы осознанность есть какая-то, да, понятие, что вот можно вот при желании вот такого... такого достичь, ребята. Я всех люблю, спасибо за поддержки, спасибо за донаты, спасибо, ребята, спасибо, любимая, спасибо за пальцы вверх. И, конечно, по традиции, шмакозюльки, мотивирующая фраза в конце. И при желании, помните, со мной можно пообщаться лично, внизу, внизу под видео, мои контакты. Ну что, давайте фразу. Вы, кстати, просили, Женя, ставь подольше, а то не успеваем скрины делать. Ребят, ну вот, ну как-то так. Спасибо, любимая, спасибо, спасибо, что мы с вами вместе, нашей дружной компанией целеустремленных людей, ребята. До скорой встречи, скоро увидимся. На днях сниму новое видео. Пока-пока, любимая, пока.